Мотивацией к созданию первого Владимира аудиогида по экспозиции «Старый Владимир» стали многочисленные просьбы туристов, которые в столицу нашего региона приезжали не организованными группами, а дикарями. Многие из них экскурсию заказывать не хотели. Мы специально выбрали наиболее упрощенный вариант самого устройства аудиогида, чтобы он был достаточно простой в своей эксплуатации и в то же время достаточно надежный. Во-первых, эти аппараты мы уже опробовали в экспозиции в частности в музее деревянного зодчества, они себя хорошо зарекомендовали. И они очень простые, то есть включил-выключил, можно набирать номер трека, соответствующий номер витрины или проматывать его, ставить на паузу. В основу гида легла классическая экскурсия, адаптированная для самостоятельного восприятия на слух. Экскурсия аудиогида длится 50 минут. Диктором стал актер театра и кино, диктор и телеведущий Сергей Чанишвили. Его голос Владимиросуздальский музей-заповедник выбрал для своего аудиогида, так как он узнаваемый и приятный для восприятия. Немного воображения, и мы с легкостью оказываемся в провинциальном городе конца 19-го, начало 20-го виткова. Взять аудиогид на прокат может каждый желающий. Кроме самого прибора выдают и одноразовые наушники, и дезинфицирующую салфетку. В планах на будущее создание аудиогида для людей с ограниченными возможностями зрения. В музее уже начали обучать экскурсоводов. Мы сейчас прорабатываем вопрос подобными организациями, которые могут нам в этом помочь, для того, чтобы обучить наших экскурсоводов, гидов и сотрудников навыкам работы с такими людьми, чтобы улучшать эту коммуникацию. Причем там есть много таких нюансов. Это, знаете, не просто там обучить языку глухонемых, например. Нет, не в этом дело. Там есть очень много психологических нюансов, самой методики, подходов работы, психологических, если хотите, моментов, которые нужно просто знать. Уже в экспозиции «Старый Владимир» для слепых и слабовидящих людей появились специальные выпуклые таблички со шрифтом Брайля. Адаптирован музей в скором времени станет и для других категорий людей с ограниченными возможностями. И на этом Владимиро-Суздальский музей-заповедник не остановится в планах введения таких особенностей на других исторических объектах.